здравствуйте пришло время замачивать черенки дальнейшем их проращивать на окоренение сделали необходимую подрезку на черенках теперь необходимо в эту водичку добавить мед с расчета 15 грамм на 10 литров все мед растворился выливаем эту воду и еще раз здесь перемешаем сюда можно добавить марганцовки немножко чтобы чуть-чуть розовый цвет все так черенки наши будут погружены здесь воде находиться до завтрашнего вечера это сутки они здесь будут мне вымачиваться после того как данные черенки я положил на вымочку прошло около 30 часов теперь мне предстоит их поставить на окоренение окоренение буду производить разными способами берем данный черенок делаем снизу подрезку когда воду мы ложим то подрезку делаем не под самые узелок отступаем где-то от узелка 10 15 миллиметров ослепляем почку все послепили почку наносим 2 3 местах вот такой вилкой согнуты концы бороздования от узелка на расстоянии 25-30 миллиметров бороздование наносим не глубоко повреждая только кору все вот так вот сделали вот это образование далили сюда воды положили губку берем теперь корневин и опудрим корневин вот эту нижнюю часть и опускаем воду опустил воду вода должна находиться на уровне узла на уровне где воздав воздух будет происходить именно корнеобразование в воде корни не образуется только на поверхности и выше где влажная среда будет и теперь это все закрываем салфаном и будем разные виды окоренения которые будут производить встать одно и то же самое место чтобы убедиться при каких способах лучше окореняется наши черенки второй способ это вермикулит все намочили так же самое делаю здесь ослепление делаю сразу почки тоже чтобы не забыть дело ослепление вот в этом случае подрезку мы делаем непосредственно под узлом самый лучший узел развития для корней это где полная диафрагма диафрагма полная происходит там где усик у нас вот здесь усик был здесь полная диафрагма и я ступаю где-то около двух миллиметров и делаю подрезку здесь все вот так вот подрезали выглядит срез как зелененький теперь наношу бороздование аналогично предыдущему тоже двух-трех местах все нанес образование опутрием его так же самым корневином всего-то пудра в корневину и погружаю вермикулит вермикулит здесь меня слой около пяти сантиметров сделаю углубление такое небольшое я помешаю все это заглубился прижимаю его аккуратно все таком положении он будет здесь находиться еще другой способ это гель укоренитель под названием клоникс также делаю послепление почки все тоже самое теперь делаю подрезку непосредственно под узел под мембраму это где-то 2 миллиметра ступая наношу бороздование также сама окна нес борозование открываю эту гель и там пишут что вот эти 10 грамм где-то на 25 черенков хватит посмотрим на какую высоту я сделал бороздование на такую высоту и опускаю черенок это где-то 25 миллиметров вот так два черенка погрузил гель и теперь их ставлю ведро также сам вот углубляю сюда один и второй теперь беру салфановый пакет и накрываю ведерко а так накрывать тоже что кислород сюда проходил есть еще один из вариантов укоренения черенков винограда это ставить их за решетку рабочего холодильника здесь верхняя часть черенков будет находиться в более прохладном состоянии чем нижние но для меня он не приемлется потому что развитие корней идет неравномерно по окружности черенка и долго это 20-25 дней занимает весь этот процесс укоренения окоренение черенков в тряпочку как ранее я делал тоже не приемлю за ними необходимо ввести постоянное наблюдение и не все черенки дают хороший результат а выбор делать вам самим что более вам подходит то и выбираем кому интересно знать как окоренились эти виноградные черенки то смотрим продолжение видео на следующей неделе поэтому каждый выбирает свой вариант окоренения черенков какой ему лучше или более нравится а выводы делать вам самим что лучше кто желает получать известие о добавленных мною новых интересных и полезных видео то подписываемся на мой канал всем желаю удачи всего доброго до свидания